Сорок сыновей Ауэз Хана Жил в старину хан по имени Ауэз. Было у него сорок сыновей. Мечтал хан встретить такого человека, у которого было бы сорок дочерей, и которые могли бы стать невестами его сыновьям. И вот однажды он узнал, что есть такой человек. Послал хан к нему своих людей. Приехали они и стали сватать сорок дочерей этого человека за сорок сыновей хана Ауэза. Отец девушек сказал посланникам хана, «Я отдам своих дочерей сыновьям хана без Колыма, но пусть хан проложит прямую дорогу от моего дома до своего дворца. Пусть он по обеим сторонам этой дороги разведет цветущие сады с ручьями, фонтанами и арыками. И пусть в этих садах всегда поют соловьи. И все это он должен выполнить за один год». Вернулись посланники и рассказали все хану. Выслушал повелитель своих слуг и, согласившись на все условия, вызвал к себе всех сыновей. При себе он оставил только младшего сына, а остальных 39 сыновей и много слуг отправил строить дорогу и сады. Долго трудились они, но дороги все не было, не расцветали сады. Тогда младший сын обратился к хану и попросил, «Отец, отпусти меня к братьям, я построю эту дорогу и посажу сады». «Как тебе, мой сын, одному сделать то, что все 39 твоих братьев не смогли закончить?» – спросил хан. Младший сын не отставал от отца, и хан в итоге его отпустил. По дороге младший сын хана встретил старца в белой одежде. Сын хана низко поклонился ему, после чего старец спросил, «Куда идешь ты и зачем?» Сын хана все рассказал старцу и тут ответил, «Я помогу тебе». Потом он задумался, помолчал немного и сказал, «Закрой глаза, мой мальчик». Сын хана закрыл глаза. И когда старец велел ему их вновь открыть, он увидел прямую дорогу, идущую от дома отца сорока невест, до дворца хана. А по обеим сторонам свели сады, журчали ручьи, били фонтаны и пели соловьи. И услышал сын хана голос старика. «Возвращайся, милый, домой, к невесте своей не спеши, а братья твои пусть едут. Когда они будут возвращаться, поднимется сильный буран. Им будет трудно ехать. Тогда предстанет перед ними большой, красивый дом. Скажи им, чтобы они там не останавливались». Проговорил это старец и исчез. Когда сын хана вернулся домой, братья спросили его, «С чем ты вернулся?» И он ответил, «Я выполнил задание». Хан снова оставил при себе младшего сына, а старших отправил за невестами. Перед их отъездом младший сын рассказал им о завете старца. Затем поехали братья к своим невестам. Пожили у них несколько месяцев и, наконец, повезли их к себе домой. Дорога их застиг буран. Все протрогли и устали. Вдруг перед ними вырос большой белый дом. И они вспомнили о завете старца. Не вошли в него, а проехали мимо. Однако сопровождавшая их свита не знала об этом завете и вошла в дом. Тогда и те, которые проехали мимо, вернулись и вошли погреться. В доме лежал дракон. Он сказал вошедшим, «Я вас всех проглочу. И если же хотите жить, то привезите мне своего младшего брата». Испуганные угрозой дракона, братья согласились на его условия и смогли благополучно добраться домой. Младший брат все это видел во сне. Он переоделся нищим, взял посох и вышел навстречу своим братьям. Они не узнали его и, не обратив никакого внимания, проехали мимо. Младший брат продолжил свой путь и, наконец, пришел к дракону. Тот, увидев его, обрадовался и сказал, «Хорошо, сынок, что ты пришел. Садись мне на спину». Когда сын Хана залез на спину дракона, тот велел ему закрыть глаза и вслед сказал, «Открой глаза и скажи, что ты видел?» Сын Хана открыл глаза и ответил, «Я видел высокое дерево в лесу, на вершине которого сидела молодая девушка». «Тогда слезай», сказал дракон. Сын Хана слез, и тогда дракон добавил, «Приведи мне эту девушку, и я отпущу, иначе я тебя проглочу». Отправился сын Хана в дорогу искать девушку. Он уже долго шел, когда встретил царицу-лисицу. Бегая по лесу, она себе сломала ногу и теперь сидела, растерянная, в слезах. Сын Хана поспешил к ней на помощь и выправил ей ногу. Тогда лисица вырвала пучок своей шерсти и сказала, «Когда я тебе буду нужна, спали один волосок, и я мигом предстану перед тобой». Сын Хана продолжил свой путь, и вдруг ему повстречался раненый царь муравей. Сын Хана поторопился на помощь к нему и вылечил его рану. В свою очередь муравей дал ему камень и сказал, «Когда я тебе буду нужен, положи этот камень в огонь, и я мигом предстану перед тобой». После долгих странствий сын Хана наконец нашел молодую девушку в лесу. Она тут же обратилась к нему, «Откуда ты идешь и как ты сюда попал? — Никогда здесь не ступала человеческая нога!» Сын Хана ответил, «Я сын Хана. Отец во сне увидел тебя и полюбил. Он велел найти и привести тебя к нему. Я много лет искал тебя, и вот сегодня наконец нашел». Задумалась девушка и затем заявила, «У меня есть два желания, если ты примешь вызов и исполнишь их, я пойду с тобой». «Хорошо», — сказал сын Хана. «Я исполню твои желания». Тогда девушка сказала, «У меня есть две лисицы. Когда я их отпущу, ты должен будешь их поймать. Потом я высыплю в песок два мешка пшеницы, и ты должен будешь их собрать, чтобы ни одного зерна не осталось в песке». Вслед за этим она выпустила своих лисиц и рассыпала в песок два мешка пшеницы. Сын Хана сразу сжег один волос царицы лисицы. Она тут же явилась и мгновенно поймала обеих лисиц. Потом сын Хана положил в огонь свой камень, и в тот же час появился царь муравей. Когда сын Хана попросил его собрать все зерна пшеницы, песок вдруг покрылся колонией муравьев, которые мигом собрали все зерна до последнего. Девушка сдержала свое слово и отправилась в путь с сыном Хана. Пока они шли несколько дней, сын Хана рассказал девушке всю правду. На что она ответила, «Я заранее это знала, но пошла с тобой по своей воле. Теперь надо спасаться от дракона». «А как спастись?» задумался сын Хана. «А вот как», заявила девушка. «Ты придешь к дракону на день раньше меня и сообщишь, что я уже в пути. И скоро буду. Когда он выйдет во двор и начнет шипеть от радости, ты открой его сундук, где сидят два голубя. Освободи их, и тогда дракон тут же умрет». Следуя наставлениям девушки, сын Хана пошел к дракону. «Привез девушку?» спросил дракон. «Да», – ответил сын Хана. «Она скоро будет здесь». Дракон вырвался во двор и зашипел от радости. Тем временем сын Хана открыл сундук и освободил голубей. Как было предсказано, дракон мгновенно и сдох. Затем привел сын Хана девушку домой, где его ждали отец, братья и все сорок невест. Женился сын Хана на своей невесте и стали они жить счастливо и богато. А девушка из леса продолжила свой путь, не только освобожденная от угроз и страха дракона, но и с памятью о новой и светлой дружбе сыном Хана. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok